Есть очень важные признаки, которые указывают на то, что тело отчаянно требует микроэлементов. Поговорим о микроэлементах. Что это такое? Это элементы, которые нужны в следовых или микроскопических количествах, зачастую даже меньше одного миллиграмма, то есть несколько микрограммов. Вот примеры микроэлементов. Цинк, йод, селен, медь, марганец. А некоторые минералы нужны в больших количествах, например, калий, кальций, магний. В чём же важность микроэлементов? Почему они нужны нам в таких малых количествах и нужны ли вообще? Микроэлементы необходимы для ферментов. Ферменты — это белки, которые, по сути, выполняют всю работу в теле. Не думаете, что ферменты нужны только для пищеварения? Нет. Они вовлечены во все биохимические процессы. Создание клеток, ремонт ДНК, коррекция ДНК, создание гормонов, перевод гормонов в активную форму, превращение глюкозы в жир. Ферменты вовлечены в тысячи, тысячи и тысячи биохимических путей. Они невероятно сложны. И вот, что мы точно знаем о ферментах. Мы многого о них не знаем, но мы знаем, что минералы, микроэлементы и витамины являются кофакторами, от которых зависят ферменты и биохимические пути. И без них биохимические процессы не работают. Возьмём, к примеру, цинк. Цинк присутствует более чем в трёх сотнях ферментов. У них множество функций — от расщепления спирта и выработки тестостерона до создания оружия, с помощью которого иммунная система убивает патогены. С их помощью мы выводим токсины и даже создаём нейромедиаторы, влияющие на настроение. И более чем у двух миллиардов людей на планете есть дефицит цинка. А главной причиной этого дефицита является другое вещество — фитиновая тислота, которая содержится в продуктах из лаков, таких как крупы, клетеры, хлеб и так далее. Она, по сути, препятствует усвоению цинка и других минералов. Также, если кто-то не ест красное мясо и другие продукты животного происхождения, то ему очень трудно получить правильную биодоступную форму цинка. Цинка много в красном мясе, субпродуктах, а также в моллюсках и других морепродуктах. Далее, железо. Дефицит железа — это главный дефицит во всём мире. Людей с дефицитом железа больше, чем людей с любым другим дефицитом. Буквально каждый 15-й фермент в каждой клетке тела нуждается в железе. Железо необходимо также для обезвреживания перекиси водорода. Наши клетки создают перекись водорода, чтобы убивать патогены. Но если её скапливается слишком много, она может повреждать наши клетки. Железо необходимо для белков, которые переносят кислород в крови. А без железа кровь не может переносить кислород и возникает анемия. Железо нужно и для создания коллагена. А большая часть нашего тела — это коллаген. Кожа, ногти, волосы, суставы, сухожилия, связки. Коллаген есть даже в костях. Микроэлемент железа содержится в основном в красном мясе, в субпродуктах, в моллюсках. А вот в шпинате другой вид железа. Его биодоступность намного ниже, чем в красном мясе. Ещё один микроэлемент называется селен. Он тоже очень важен. У него много функций. Он помогает преобразовывать неактивный гормон щитовидки в активный. Фермент, который в этом участвует, зависит от селена. Гормона щитовидки может быть достаточно, если телу хватает йода, но при дефиците селена его неактивная форма не может стать активной. И даже главный антиоксидант, глутатион, зависит от селена. Глутатион необходим для защиты от повреждений свободными радикалами, от всего, что вызывает отясление, от загрязнений и химикатов в теле. Задача глутатиона — гасить, сдерживать или смягчать эти эффекты. Есть такой микроэлемент, как йод. Если у женщины дефицит йода, когда у неё рождается ребёнок, то дефицит йода будет и у ребёнка, что сильно навредит его мозгу. Из-за этого может даже снизиться его коэффициент интеллекта. Так что йод очень важен не только для создания гормонов щитовидки, но и для развития мозга. Он есть также в ферментах, которые защищают нас от избытка эстрогена. Из-за дефицита йода возможны фиброзно-тестозная мастопатия кисты яичников. Йод содержится в моллюсках, в морских водорослях, вроде ламинарий и вычных желтках. Большая проблема с микроэлементами в том, что их уже не осталось в почвах. Ведь часто при выращивании различных культур запасы йода в почве не восполняют. Почву вносят три минерала — фосфор, азот и калий. Но обычно фермеры не восполняют запасы микроэлементов в почве. Так вот, в почвах, вероятно, есть микроэлементы, но они связаны в виде камней и так далее, откуда растениям трудно их извлечь. И на самом деле именно микроорганизмы в почве извлекают минералы и делают их доступными для растений. И когда почву обрабатывают, её разрушают глифосатом, пестицидами, другими химикатами. Теперь мы должны вносить в почву удобрения и всё такое, чтобы растения продолжали расти. Давайте посмотрим на всю эту пищевую цепь. Есть тело человека, и у его клеток есть определённый уровень здоровья. На самом деле наши клетки — это биохимическое отражение того, что происходит в почве. Основа нашего здоровья там. Ведь если в почве нет микроорганизмов, если они уничтожены, то некому извлекать минералы, и корни растений не получают нутриенты. И растение страдает, оно не будет здоровым. И у животных, которые едят эти растения, траву, возникает дефицит. А когда мы едим растения и животных, в которых нет нутриентов, дефицит возникает у нас. И микроэлементы — это ключевая часть всей этой цепи. И дело не только в том, чтобы мы получали микроэлементы, но и в том, чтобы могли протекать все эти биохимические процессы. А без микроэлементов у нас не будет ферментов для обезвреживания перетиси водорода, не будет глутатиона для защиты от отеслительного стресса. Мы не сможем превращать Т4 в Т3. У нас не будет ферментов для расщепления спирта и даже для создания тестостерона. Надеюсь, теперь вы лучше понимаете, насколько важны микроэлементы для вашего здоровья. Давайте кратко рассмотрим некоторые типичные признаки дефицита микроэлементов. Сынк — выпадают волосы. Есть маленькие белые пятнышки на ногтях. Низкий уровень тестостерона. И даже, возможно, диарея. При дефиците железа есть симптомы анемии — измотанность, усталость, слабость. Вам будет холодно, ногти будут ломкими, волосы будут выпадать. Далее — селен. При дефиците селена, возможно, бесплодие. Точно будет утомление. И волосы тоже могут выпадать. А при дефиците йода, возможно, припухлость в нижней части шеи, потому что щитовидная железа увеличивается. Но обычно эти микроэлементы нужны не только для прочных ногтей или сильных волос. Они вовлечены во все биохимические процессы. И часто явные симптомы могут не появиться сразу же. Но их дефицит точно может способствовать развитию хронических болезней в будущем и даже создать риск развития рака. Есть одна интереснейшая книга. В этой книге, которую мне пришлось купить аж за 250 долларов, к сожалению, речь идёт о связи между здоровьем людей и животных с одной стороны и минеральным балансом почвы с другой. Здесь интереснейшие данные о биохимических процессах в почве и над почвой, в травах. Показано, как дефицит микроэлементов переносится в травы, как это влияет на здоровье животных и на здоровье человека. Понимаете, когда-то давно люди покупали еду у местных фермеров. И люди прекрасно знали, в какой почве они выращивают еду. А сегодня мы не знаем, где выращивают нашу еду. Возможно, её выращивают на дидропонике или на такой бедной почве, что её нужно удобрять. Мы не знаем. При этом большинство детей едят то, что прошло глубокую технологическую обработку. Не просто обработку, а глубокую технологическую обработку. Именно поэтому, конечно же, еду обогащают синтетическими витаминами, да и то немногими. Но при рафинировании продуктов из них удаляют не просто несколько витаминов. Просто подумайте, чем кормят в различных учреждениях, чем кормят детей в школах, чем кормят в домах для престарелых и инвалидов, да и в тех же тюрьмах. В этой пище чрезвычайно мало нутриентов. Исследование, кажется, в доме престарелых, выявило дефицит цинка более чем у половины людей, которые ели эту пищу. Более чем у половины мужчин, евших это, был дефицит цинка. И почти у половины женщин был дефицит вселенной. Просто потому что на качестве не фокусируются. Знаете, вы идёте в магазин, смотрите на зелень, на помидоры или другие овощи, и они выглядят хорошо, но аромат у них так себе. А веществ, придающих пище аромат, тем больше, чем больше в ней нутриентов. Я реально думаю, что мы буквально морим себя голодом, получая при этом много калорий. Ведь это пустые калории. А голод мы испытываем прежде всего на микроэлементы и другие нутриенты. Я думаю, что важнее всего получать все нутриенты беременным и младенцам. С другой стороны, с возрастом нутриенты нам тоже нужны. Но, увы, во многих домах для престарелых этим не заморачиваются. Микроэлементами и другими нутриентами наиболее богаты морепродукты, а также субпродукты, яйца, морские водоросли, а также качественная морская соль. Проблемы со здоровьем начинаются, когда не хватает важных витаминов и минералов. Дефициты могут проявляться по-разному, от хронической усталости до болей в мышцах, от проблем со зрением до снижения иммунитета. Как это безопасно исправить? Помогут ли аптечные витамины? Какие добавки принимать? Как и когда? В курсе «Дефициты нутриентов» доктор Берг расскажет о нехватке витаминов, как они влияют на здоровье и как их восполнить. Более 100 уроков, конспекты и списки. Все, что нужно, чтобы вы точно разобрались в этой теме. Записывайтесь на курс по ссылке внизу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!